Сирийская армия в минувшее воскресенье установила контроль над Пальмирой. Войска башараса засумели добиться крупной победы над группировкой ИГИЛ. Для радикальных исламистов это поражение становится самым значимым после сражений в Кабане в январе прошлого года. Наблюдатели отмечают, что стратегическое значение взятия Пальмира состоит в разделении занятых ИГИЛ территорий на две части. Взятие Пальмира открывает правительственным войскам путь для наступления на самопровозглашенную столицу ИГИЛ, город Раку, а также город Дер-Иззор. Операцию в Пальмире, захваченной боевиками в мае прошлого года, сирийская армия вела при поддержке российской авиации, местных отрядов ополчения и льванского движения Хизбаллах. В январе сирийская армия отвоевала населенные пункты Сальма и Раби у боевиков группировки Джабхатан-Нусра, связанной с Аль-Каидой, и установила полный контроль в провинции Латакия. В провинции Дераа был освобожден стратегически важный город Шейх-Мескин, расположенный на пересечении дорог, связывающих Дамаск, Дераа и Кунейтру. В феврале под контроль правительственных войск возвращается поселок Атаман, расположенный в пригороде Дераа, а затем населенный пункт Ханасер, расположенный в 60 километрах от Алеппо. Дорога, ведущая через Ханасер, единственный путь снабжения сирийской правительственной армии, которая удерживает контроль над рядом районов в Алеппо. В Ираке боевики ИГИЛ терпят поражение. В ноябре город Синжар, населенный преимущественно курдами и зидами при поддержке авиаударов коалиции, перешел под контроль вооруженных курдских отрядов. В результате этого стратегического успеха боевики ИГИЛ потеряли важный путь снабжения между Сирией и Ираком. Затем, после нескольких месяцев сражения, группировку ИГИЛ удалось вытеснить из города Рамади административного центра провинции Анбар. Правительственные войска Ирака и международная коалиция во главе с США продолжают наступление на позиции радикальных исламистов. Планируется широкомасштабная операция по освобождению второго по величине города в провинции Анбар-эль-Фалуджи. Готовится операция по освобождению от ИГИЛ иракского города Масул в провинции Найнава. Продолжение следует...